Добрый день, уважаемые коллеги! Итак, что же нужно знать для планирования лечения? Благодаря замечательному методу диагностики, как компьютерная томография. Важность значения компьютерной томографической анатомии печени необходимо понимать, что в настоящее время активно развиваются хирургические методы лечения, особенно малоинвазивные, при лечении заболеваний гепатобилярной системы. Во всем мире в период с 1987 по 2015 год проведено более 9000 лапароскопических резекций печени. И, как Константин Константинович сказал, в настоящее время идет такая тенденция к хирургическому лечению онкологических пациентов категории М1. Наши японские коллеги буквально недавно, в 2020 году, представили интересную работу продемонстрировали общую выживаемость у пациентов с местно распространенным раком желудка и метастатическим поражением печени, которые были подвергнуты хирургическому лечению. И общая выживаемость в течение 1, 3 и 5 лет составила 80%, 55% и почти 32%. И медиана выживаемости составила 42 месяца. Следует сказать, сакцентировать внимание на том, что компьютерная томография это приоритетный метод оценки сосудов печени. И точность оценки, визуализации сосудов достигает 100%. Для того, чтобы осуществить хирургический подход, метод лечения и обеспечить Р0 резекцию метастазов в печени, необходимо подвергать тщательному отбору таких пациентов. Для этого хирургу нужно знать строение и объем печени. И мы все это можем указать. Указать локализацию образования, размер образования, особенности сосудистой анатомии и особенности анатомии билярного дерева. Два слова буквально о истории анатомии печени. Датируются информации, фиксированные еще на папирусе Герофилусом в 300-х годах до нашей эры, Галеном, Лагуном, Визалием. Валиус в 1640 году продемонстрировал, описал самые маленькие сосуды печени, имеют свою оболочку, которая является продолжением капсулы печени, объединяет артерию, вену и желчный проток. Глисон в 1654 году описал в своей работе эту же оболочку, описанную Валиусом. И вот очень интересный факт, что в дальнейшем именно глисон ошибочно признан первооткрывателем капсулы печени, капсулы глисона, хотя на самом деле она была открыта именно Валиусом. Очень большую роль сыграли работы Рекса в 1888 году, который разделил правую и левую ветви портальной вены, который пытался разделить печень на доли, и говорил о том, что правая и левая ветви портальной вены имеют схожее деление, формируя две не связанные друг с другом доли. И в дальнейшем, в 1898 году, Кантли также разделил печень на две доли, и в его работах было показано, прошу прощения, было показано, что правая и левая доли печени равны по размеру, симметричны относительно плоскости, и относительно плоскости, которая проходит через дно желчного пузыря и нижнюю полую вену. Сейчас эта линия называется линией Рекса Кантли. Клод Куино в 1957 году выделил 8 сегментов печени на основе воротной вены и определил три уровня деления печени. Правая и левая доли, секторы и сегменты. На тот момент, до 2000 года, было очень-очень много различных терминологий, касаемо панкреатобильярдной системы, и в том числе сегментации и деления печени. И только в 2000 году в Бризмане, в Австралии, научным комитетом международной гепатопанкреатобильярдной ассоциации было утверждено, унифицирована данная терминология касательно анатомии и резекции печени. И она основана именно на системе Куино. В принципе, деление печени таковой. Две доли, восемь сегментов и четыре сектора. Что касается непосредственно определения линии Рексакантли методом компьютерной томографии или методом МРТ, то есть ее можно проецировать со средней печеночной вены. Поделив печень этой виртуальной линией, мы получаем деление как раз на две доли, на правую и на левую. Многие ошибочно полагают, что деление доли обусловлено серповидной связкой. Это неверно. И деление на доли происходит линия Рексакантли. Сегментация печени позволяет удалить или резицировать только необходимый сегмент. Принцип сегментации печени является основным для отображения, локализации образования и изменений. И основан на трех печеночных венах и на уровне портальной бифуркации. В нумерации сегментов используют арабские цифры от 1 до 8. И нумерация идет по часовой стрелке. Границы между сегментами по компьютерной томографии, конечно же, дифференцируются хорошо. Можно выделить, конечно, 4-й и 5-й сегмент. Между ними ориентировочная граница является желчный пузырь. Или же первый сегмент, хвостатую долю. Но все остальные сегменты необходимо дифференцировать, используя именно визуализацию сосудов печени. Что такое сектор? Сектор – это область, ограниченная двумя печеночными венами. Или печеночной веной и краем печени. Эта классификация как раз была принята, международная классификация, в 2000 году. И мы понимаем, что левая доля у нас имеет два сектора, и правая доля имеет также два сектора. В левой доле выделяют латеральный задний сектор, который включает второй и третий сегмент. Левый, медиальный или околосрединый сектор, который включает четвертый А и четвертый Б сегменты. Правая доля также из двух секторов. Передний парамедиальный сектор – восьмой и пятый сегмент. И задний латеральный сектор – это седьмой и шестой сегмент. Вертикальная плоскость, как раз деление на секторы, она обеспечивается печеночными венами. Правой, средней и левой венами. Именно таким образом в вертикальной плоскости можно поделить печень на секторы. И выделяют также горизонтальную плоскость деления печени, которая обеспечивает воротная вена. После бифрукации она делит печень горизонтальной или же портальной плоскости на верхние и нижние отделы. Верхний отдел, собственно говоря, включает второй, четвертый СА, восьмой и седьмой сегменты. И нижний отдел – третий, четвертый Б, пятый и шестой сегменты. Первый сегмент печени или хвостатая доля, доля шпигеля, ее выделяют отдельно. Питание этой небольшой доли происходит благодаря мелким портальным венам. Либо от бифрукации воротной вены, либо от правой, либо от левой воротной вены. Но от левой воротной вены происходит чаще. Поэтому некоторые пытаются все-таки дискутировать до сих пор на эту тему и относить хвостатую долю именно к левой доле печени. Отток из хвостатой доли происходит в нижнюю полую вену. На данном снимочке хорошо видны питающие сосуды мелкие. Именно от левой воротной вены. Ну и что касается хирургической резекции печени, какие же сегменты удаляются при том или ином объеме анатомической резекции? При правосторонней гемогипотоктомии или расширенной 5, 6, 7, 8 могут удаляться первые и четвертые сегменты. При левосторонней или расширенной левосторонней гемогипотоктомии удаляются 4, 2, 3 и могут удаляться еще 1, 5, 8 или их комбинация. Уделяют еще также центральную гемогипотоктомию, 5, 8, 4 и возможно удаление также первого сегмента. Либо отдельные сегменты, если это позволяет обеспечить границу R0. Кровоснабжение печени у нас осуществляется благодаря печеночной артерии 25-30% и воротной вены в 70-75%. Типы деления внутрепеченочных ветвей воротной вены по классификации Накамура – это наиболее распространенная система классификации. Бифуркация воротной вены на правую и на левую ветви. Левая – это наиболее частый встречающийся тип деления по данным литературы, где-то около 65%. Левая воротная вена обычно длиннее и подвержена меньшим вариациям анатомическим. А правая, как раз таки, она у нас часто бывает, встречается достаточно нетипично. Например, видит отхождение передней ветви в виде транспозиции правых парамедианных вен. Ну, это достаточно редко встречающиеся варианты. На данном снимке представлен тип строения воротной вены. Мы видим бифуркацию на левую и правую ветви воротной вены. Наиболее распространенная система, используемая касательно артериальной анатомии – это анатомия по Митчеллу, всем известная. Типичная анатомия встречается в 55% случаев, то есть буквально половина, а остальное все у нас атипичная анатомия, что необходимо обязательно указывать врачам-рентгенологам. Профессор Балахнин в своей работе при анализе почти 4000 пациентов выделил 114 вариантов артериального притока сосуда в печени. На данном снимке представлен пример раннего деления печёночных артерий. Правая печёночная артерия проходит позади воротной вены. Данная вариация встречается до 2% случаев, но это необходимо обязательно указывать хирургам, потому что задняя поверхность гепатональной связки, она визуально хирургам недоступна, и для того, чтобы не развилось кровотечение, они должны быть готовы. Как раз таки вот о чём говорил Константин Константинович по поводу флажков на минном поле. Интересная вариация целяко-мезантериального ствола. Достаточно низко расположен на уровне первого поясничного позвонка. Чревный ствол диаметром около 16 мм, протяжённостью 4 см. И от дистальной части чревного ствола самостоятельными ветвями отходит верхняя бржейчная артерия, правая печёночная артерия, гастродуаденальная, селезёночная и левая желудочная. И от левой желудочной отходит левая печёночная артерия. Венозный отток осуществляется через левую, срединную, правую печёночные вены. При оценке печёночных вен важный момент выявления дополнительных печёночных вен указывать. Правая печёночная вена дренирует 5, 6, 7 сегменты, часть 8, срединная, 4, 5, 8, и левая, 2, 3 и часть 4 сегментов. Левая и срединная печёночные вены впадают в нижнюю полу общим стволом в 60-90% случаев по данным разных авторов. На данном снимке видно единый ствол средней и левой вены. Существует достаточно много различных классификаций. Данная классификация по вороте. Один из наиболее часто встречающихся вариаций правая печёночная вена, впадающая отдельно. Дренируется также самостоятельно 8 сегмент. И нижняя правая печёночная вена также впадает ниже, дистальнее. Повторюсь, что очень много различных классификаций по и артериальной, и по венозной анатомии. Классификации формирования общего печёночного желчного протока впервые были озвучены французским хирургом Куино. Типичная анатомия слияния правого и левого долевых протоков с образованием верхнего билярного конфлюенса в 57% случаев определялась. Различные вариации в виде трифуркации или актепического впадения правого секторального протока переднего или заднего в общий печёночный проток тоже достаточно часто встречающаяся вариация в 20%. Ну и также остальные. Варианты слияния желчных протоков по Накамура и Вороте 2004 года достаточно известная всем схема. Типичная часто встречающаяся анатомия, когда мы видим впадение левого печёночного, правого печёночного, правого печёночного образует правый задний секторальный проток и правый передний секторальный проток, наиболее частые, больше половины процентов случаев. и типичная билярная анатомия, она подразумевает... ой, прошу прощения... Хочется ещё уделить внимание атипичному строению печени. Времени осталось немного. Такой вариант строения печени, как доля Риделя. Доля Риделя представляет собой удлинение правой или квадратной доли, то есть такой своеобразный языкообразный вырост, врождённую или изолированную гипертрофию, аномальная развитая доля, в которой проходит пузырный проток и берёт начало из желчного пузыря и может имитировать образование. То есть на данном слайде представлены исследования без контрастирования. Вот здесь мы проводим контрастирование и уже видим сосудистую архитектонику и исключаем наличие образования. Возможно, агенезия правой и левой долей, то есть отсутствие той или иной доли печени. Отсутствует также и билярная система, компенсаторно увеличивается противоположная доля. И возможен ретропечёночный желчный пузырь при агенезии правой доли печени. Очень интересный случай эктопированной доли печени в круглую связку. У пациента было заподозрено образование в проекции круглой связки печени. По гистологическим данным, после резекции гистологическая ткань печени с умеренным стеатозом и выраженной фиброзной капсулой. Интересный случай также эктопированной дольки печени в селезёнку и развитием в ней гепатоцеллюлярного рака. Атипичное строение печени также может быть в виде эктопированной внутриплевральной добавочной дольки печени распространяясь в правый гемиторакс через отверстие диафрагмы и может соединяться с сосудисто-секреторной или паренхематозной ножкой с правой долей печени. Возможно, гепатопульмональные сращения. Печень в виде хвоста бобра, которая имеет, левая доля имеет вытянутую форму, достигает селезёнки и может оборачиваться вокруг неё. Это случай из, не так давно у нас был, случай двойного добавочного желчного пузыря. И также необходимо забывать, что может быть транспозиция внутренних органов. В 2018 году у нас была такая пациентка, полностью зеркальное отражение всех внутренних органов, так называемый ситус-инверсус. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok